Здравствуйте, я Юля Сайфан, художница. У меня есть ряд портретов, которые я хочу вам сегодня показать. Писала я их, отталкиваясь от портретов потрясающей художницы Хелен Шерфбек. Рассказывала о впечатлении от её работ в прошлом видео. Пожалуйста, посмотрите его. Ссылка внизу. Мне хотелось стилизовать, превратить фотографию в работу, похожую на то, что делает Хелен Шерфбек. Взять оттуда и оттуда то, что мне интересно. Здесь мне был интересен образ девушки на фотографии, но в то же время мне нужно было определиться с стилизацией. Я её делала в ключе портрета Хелен. Можно углубиться и в своём ключе перерисовать её портреты, но я не ставила это задачей. Я хотела больше окунуться в её цветовую гамму. Некоторые из её работ я перерисовывала несколько раз с разными фотомоделями. Потому что мне казалось, что в таком портрете что-то не то нужно заново сделать. Вообще, у меня есть привычки переделывать несколько раз, если я не достигаю какого-то определённого нужного мне результата. Здесь мне нужна была эта розовая бледность кожи. Контраст с одеждой модели. Один из последних автопортретов Шерфбэх. Мне хотелось её сделать моложе. Мы стремимся к молодости. Однако она описала себя такой, какой она себя видела. Вообще, цвет этого портрета меня заворожил. У этой художницы всё прекрасно. Натюрморты тоже потрясающие по цвету. Я захотела сделать несколько портретов в таком неожиданном ключе. Как сделать зелёную кожу или какие-то неожиданные вещи. Думаю, что эту игру с натюрмортами и портретом по фотографии можно было бы продолжать бесконечно. Потому что цвета в её натюрмортов настолько гармоничны, что ты всё пытаешься примерить. То цвет груши на цвет лица, то фон сделать какой-то золотистый. То есть, играешь каждый раз по-новому, отталкиваясь от цветов, которые есть у неё в натюрмортах. Здесь мне понравился цвет кожи. Он холодный. Но я считаю, что не очень. Я справилась ни с первого, ни со второго раза. Однако это должно быть, это имеет место, это опыт. Копируя в таком ключе эти портреты, я думала о том, уходить ли мне от её стилизации к более реалистичному портрету. Или же не стоит. Здесь я захотела сделать по-своему, взять только цвет отсюда. Она писала таким образом, потому что это был её внутренний позыв. Это было её жизненной позиции на тот момент. И если я копируя её, беру цвет, форму, думаю о плоскостях, то есть я думаю только о технических моментах при копировании. Я ни в коем случае не могу скопировать то, о чём она думала и чем она жила. И я считаю, что это только к лучшему. Учиться техническим приёмам и не заморачиваться в каких-то более глубоких вещах, по крайней мере на каком-то определённом этапе. Не углубляться сильно в какую-то философию, потому что мы не там и они не здесь. То есть мы разошлись, разминулись во времени. Пусть так и будет. Спасибо за просмотр. Меня очень радуют ваши отзывы. Ставьте лайки, подписывайтесь, те, кто ещё пока не со мной. Желаю всем творческого настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!